И всем вновь привет, с вами Артур, мы продолжаем проходить первую часть Ведьмака в путь в окрестности Визимы, наконец-то, даже дождь кончился. Так, вот по поводу куда идти, это сложный вопрос, туда или туда? Вообще нам надо к дому преподобного, но в склеп нам точно не надо. Ох, сразу растения. Ну, как неизвестное. Я думал, я там прокачал навык, могу. Так. Ну, ладно, пооткрываем пока карту. Побежим куда-нибудь сюда. Путешественник. У ведьмы просто наверняка есть какое-нибудь задание, поэтому... О, как неплохо. О, да. Так, как вообще попасть в это здание, похоже, нельзя, потому что я тут не вижу. А вот дверь. Ну, ладно, попробуем зайти. Нарвёмся на кого-нибудь в этой заброшенной хижине. Так, сундук. Старый стеллаж. Я не понимаю, почему люди не заходят в эти заброшенные дома и не ищут в сундуках золото. Так, по четыре золота в каждом сундуке можно... Накопить на что-нибудь уже. Ну, а так особо тут ничего и не было. Мой живот! Как же больно! Проклятая ведьма! Мой живот! Как же больно! Проклятая ведьма! Ведьмак, добро пожаловать! Что с ним произошло? Он сам виноват. Многие приходят сюда в надежде, что я исполню их жалкие фантазии. Меня принимают за шлюху, а я ведьма. Я это запомню. Не бойся, ведьмак, я не настолько плохая. А тот негодяй скоро поправится. Мне просто любопытно, могу ли я обнести домик на ее глазах или нет, поэтому... Красная шаль, подарок, по-моему, пригодится. Введение в магию. Думаю, надо взять, попробовать прочитать. Книга добавляет в категорию глоссарий запись. Может, конечно, прочитать, но... Ну ладно. Введение в магию Аннабель Радфинт. Интересная фамилия. Ненавижу такие фамилии. Прочитать ее крайне сложно. Магия представляет собой воплощение хаоса. Она ключ, способный отворить запертые двери. Двери, за которыми таится сила чистоты зла, которая в состоянии уничтожить весь мир. Ты все еще не стран. Страшишься магией, все еще хочешь приручить ее, владеть ею. Знай тогда, что магия это талант, который дается немногим избранным. Чувствуешь в себе этот талант? Пойдите вы, а. Такая полезная книга. Чего ты хочешь? Я прочел твое объявление. Отлично. Ты достал черепа аборгестов? Пока нет. В таком случае поторопись. Аборгесты, вот мне интересно, это не собаки или случайно? Как бы четыре у меня вроде есть. Да, надо, я не знаю, десять, по-моему, или что-то типа того. Чего ты хочешь? Можно я кое-что спрошу? Спрашивай. Может твоя магия победить псов-призраков? А меча что, недостаточно? Я слыхала, что у ведьмаков два меча стальной для людей и серебряный для чудовищ. Оба для чудовищ. К сожалению, серебряного у меня нет. Я знаю одно зелье. Если покрыть им лезвие, будешь наносить ужасные раны даже призракам. Но зелье стоит 30 оринов. Тебе нужны наязанская соль, геннадцевая кислота, винный камень и свиной жир. Всё это ты можешь купить у меня. Спасибо. Вместо наязанской соли можешь использовать лепестки чимерицы. Книга о Баргестах. Блин, мне нужна эта книжка. Она целых 200 стоит. Сколько это? Два... Четыре... Блин, может голову продать? Просто собак тут будет очень много в будущем. Ну, вообще, они мне пока для квеста нужны. Ой, не знаю, что с этим даже делать. Ладно, ладно. Вот и поговорили. Везде запертые двери. Так, ну ладно, пойду. Чё там? Ну, хоть какую-то траву я могу собирать, уже плюс. Надо бегать вот так вот, как сканером. Проверять поляну. О, кстати, первый алтарь. Чё это за мартышка? Ёп, твою мать, какая страшная. Вот эти, я помню, мне когда я первый раз играл, уже были известными. По-моему. Но я не уверен. Пойду попробую подойти к этому... К этой часовне. Может, уже можно её активировать, чтобы потом не бегать. Ааа, мне же свечки ещё не дали, но... Надо, наверное, сразу к преподобному бежать, чтобы... Сразу были свечки, и было удобнее потом эти круги делать. Не очень-то и круто. Ласточкино зелье, по-моему... Странно, что растение называется ласточкино зелье, потому что это всё ещё растение, а не зелье. Так, ну, костра можно посидеть, но я думаю... А быстрого перемещения потом к костру не будет, поэтому просто сяду и встану. А, ну я потратил один камень, теперь придётся час как минимум медитировать. Кажется, тут, если идти к этой пещере, вот эта херня превратится в призрак, и мне придётся с ним драться, поэтому... Ставим это место на потом. Я думаю, я запомню, что я не был в склепе. Ну и в любом случае, меня наверняка туда пошлют. По-моему, именно там обитают гули. Или... Я, скорее всего, именно там... И там кромешная тьма, насколько я помню. Поэтому очень неприятное место. Интересно, в третьей части есть такие страшные мартышки. Там дверь за кустами. За кустами. Да. Да-да-да. Так, что мы тут имеем? Куда мы пришли? Вот эта надпись «Окрестности визим» очень хорошо прикрывает мне карту. Ну, похоже, походим по заброшенным хижинам. У меня где-то еще было кальция. Надо его из слота вынуть, чтобы не мешалось там. Точнее, места не занимало. Кальцо надо с бриллиантом определенно, наверное, продать. Хотя, может, кому-нибудь задарим. Зависит от того, сколько он стоить будет. Оно. Ого. Лунная крошка, раствор ртути, царская водка. Хороший шкафчик. Забавно, что в каждом таком домике заброшенном два предмета, с которыми можно взаимодействовать и в которых что-то можно найти. Будто бочка, шкафчик или еще что-нибудь. Так, ну это, кстати, уже вход в город. Если мне не кажется. И меня туда не пустят, поэтому это не очень важно. Да, купеческие ворота. Ладно, пойдем здесь по бережку. Может быть, даже не нарвемся на утопцев. А под мостом ничего нет. Нет, тупик. Ладно, для начала надо и правда с преподобным поговорить. По-моему, после того, как мы с ним поговорим, то ли он нас пошлет свечки ставить, то ли сразу даст кольцо, которое нам потом понадобится. Но, скорее всего, придется сначала свечки ставить. По-моему, есть такие интересные персонажи, с которыми можно поговорить, но я не хотел этого делать. Зачем вы пристаете к этому краснолюду? Хотим сбрить ему бороду, он же нелюдь. Тебе до него какое дело? Отрежем тебе бороду коротышка. Руки прочь от людских женщин краснолетов. Советую вам всем убраться потихо. Ты у нас любитель нелюдей, да? Убери оружие, парень, и прекращай махать тут руками, если не хочешь, чтобы я тебе их укоротил. Какой наглый! Хватайте его, парни! Убить этого мутанта! Вы сами напросились. Серьезные ребята. С тобой, наверное, надо сильной стоечкой. В июне! Спасибо, что отцепил от меня этих шавок. Погоди... Геральт?! Ты ли это? Будь я прав. Что-то не так? Ты неважно выглядишь. Они ранили тебя. В этом весь ты. Ведьмак умер, потом вернулся в жизни, хотя никто не видел его пять лет. И теперь он хочет знать, что не так. Ты кто такой? Ты что, Пьян? Я Золтан Хивай, приятель твой. Где же ты был? От тебя не было вестей. И как насчет... Не могу объяснить. Ай, не надо объяснять ничего Золтану. Я просто рад тебя видеть. Хотя неплохо было бы выяснить несколько вопросов. Ты не понял. Я утратил память. Могу вспомнить только несколько последних недель. Знаешь что, Геральт? Давай возьмем пиво и поговорим, как в старое доброе время. Тебя что-то беспокоит? Ага. Я собирался встретить в этой деревне друга, но он пропал. Думаешь, он попал в беду? Надеюсь, нет. Хотя меня бы это не удивило. Недавно он присоединился к белкам и решил вести торговлю с говенкарами. А кто такие эти белки и говикары? Белки — это нелюди, которые собираются добиться равных прав с людьми, прячась по кустам и стреляя в них. А говенкары — это те купцы, которые собираются нажиться, поставляя оружие белкам. Понятно. Меня тут не привечают. Ходят слухи, что нелюди виновны в появлении зверя, в чуме и вообще в любом прыща на заду у преподобного. Я бы сам поискал моего друга, но времена теперь тяжелые. Я буду держать ушки на макушке и дам тебе знать, если что узнаю. Спасибо, дружище мой, Геральт. Как твои дела? Ты знаешь как. Я собираюсь вести дела в Вазиме, поставляя товары из Махакама. Кроме того, на меня наседают брикенриксы. Вот и все дела. А кто это брикенриксы? Мои будущие тещи и тести. Я собираюсь вскоре жениться на Эвдории Брикенрикс. Но мой будущий тесть придает большое значение материальным благам. Шахта Общее Дело, в которой я работал после войны, оказалась полным пшиком. Вот чертовы времена. Как твои дела? Ты знаешь как. А что, Махакам, будет ли прибыль? Надеюсь. Я вложил кое-что во время войны. Но тесть и теща мне говорят, что деньги должны вращаться. Я помню, к этому у тебя был талант. Геральт. Золтан, расскажи мне про белок. Это маленькие нелюдские дерьмецы, которые обкушались романтических сказочек и подняли оружие, чтобы бороться за свободу и прочие идеалы. Во время войны с Нильвгардом МГР использовал их, чтобы разорять тывы в королевстве. Не знаю, кто их сейчас поднял. Мне нужно идти, Золтан. Позже поговорим. Так, ну что, оберем трупы. О, кстати, ему Костя нашли, теперь можно и в Костю поиграть. Это, конечно, хорошо. Костя, я надеюсь, один слот занимает. Надо введение в магию будет продать. Я уже прочитал, только место занимает. Скукотища. Проваливай. Что мы можем? Ненавижу сгадать. Вы же умерли. В чем дело? Что мы можем? Кем он себя возомнил? Кто он? Кто он? Ну, с местом уже печаль совсем. Так, цыпленок. Да, отлично. Пошел в слот, где уже был цыпленок. Здорово. Так, и как его выбросить? А. 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 Ну, в каком-то здании тут точно был. Такой разговаривающий НПС. Так, там бочки еще. А. Серебряное кольцо. Хватаем. Эх, сколько ж тут этих... Разбойников, хулиганов, опрошаек. А. Такими темпами не дойдем мы до преподобного. Приветствую, Милсдель. А ты... Харенброк, торговец и посредник к вашим услугам. Что привело сюда ведьмака? Что ты продаешь? Полагаю, тебя прислал преподобный? Нееет. Нет. Чужакам тут не рады, проваливай. Чужакам тут не рады, проваливай. А. Так и знал. Вечно я выберу то, что не надо. Теперь мне что, еще кольцо из этой бочки доставать по-новому? Загружай быстрее, давай. О, ну здорово, вообще супер. Так люблю бегать. И обчищать домишки. Молодец, молодец. Короче, все, хватает, что тут есть. Потом, если что, выкину, что не надо. И вообще перед НПЦ, который зеленый, если давно не было сейва, стоит сохраняться, чтобы не было таких косяков уж третий раз. Через забор, конечно, не перепрыгнуть. Ну, будь счастлив, теперь-то диалог пойдет. Хотя он скажет... Не-е-е, он... Сейчас этот петух попросит показать кольцо, а у нас его нету. И опять жопа. Скорее всего. И почему, интересно, я тебе не верю? Ну, потому что... Что у тебя там дома есть? Этот ливень нагоняет на меня сон. Ну, началось, началось. Так, а чего бы избавиться? У меня была книга с химерами. По-моему, да. И вот интересно, если я контракт выкину, то... Я уже не пройду это задание, или... Малиновый сок. Король... Ай, ладно. Когда-нибудь я сюда явно еще вернусь, тогда я подхвачу. Ну, вот это может пригодиться. Хулиган, хулиган. Разбойник. Действительно. Пришел в буфете, пошарился, ушел. Ну, хотя бы с этим местом уже, можно сказать, закончили. Блин. Ну, как сказать, закончили. Тут еще будет, конечно, квесты, но... Пока что... Шаль и... Красная шаль. Можно попробовать запомнить, что тут есть красная шаль. Точнее, просто шаль. Этот ублюдок назвал меня фором! Так, ну что, все обобрали. Предлагаю на этом счастливом моменте сохраниться. И почти до дома преподобного добрались, тем не менее. Туда нас, опять же, не пустят. Не дай себя убить, беловолосый. В предместье ведьмак... Последнее время сильного дождя не было. Сильный дождь. Да ладно. А это так... Моросит. Моросит. Ммм... Не хочу я к этому преподобному идти. Бесит он меня, насколько я помню. Ну и по домам тут я тоже шариться не хочу, лениво. Сильный дождь. Я вот не помню, чтобы они раньше от дождя под крышу прятались. Не, я не хочу знать. Но это полезно, потому что... Все мокрые. С мястрами должны сражаться рыцари. Ведьмаки вурганы. Ты к ведьме пришел? Кто-то тебя напустил. Скоро будет наводнение. Когда я вырасту, я стану девушкой в таверне. Неплохо. Успех. А там ливень. Все промокнет. Все промокнет. Так, ладно. Если я сейчас буду говорить преподобному, это пригодится. Ну и... Может кого-нибудь еще встречу? Вчера плавуны затащили в воду еще одного ребенка. И милый дом. Выродок или нет, то пригодишься. Все люди у храма говорили о тебе. Столько животных дохнет от этой чумы. Как же мне теперь прокормить детей? Хватит болтать. Времени нет. Что это значит? Хе-хе-хе. Не знаю. Ничего. Просто денег, да? Ой, ладно, я текущу. Счастливое остальное. Счастливое остальное. Все люди у храма говорили о тебе. Я лучше пойду. Преподобный приказал собрать пожертвования на новые алтари Вечного Огня. Что мне ей купить? Раз уж пожилая бабка ни с того ни с сего начала говорить. Мало ли. Ты ведьмак? Откуда ты знаешь? Невежливо отвечать вопросом на вопрос. Был тут один типа тебя. Преподобный рассказал, кто это был. Но имя я так и не запомнила. Но знаю, что он хотел попасть в город. Его пустили бы зиму. Не знаю. Он разговаривал с преподобным. Возможно, священник помог ему. Что-нибудь еще знаешь о ведьмаке? Помимо того, что рассказала, нет. В таком случае расскажи еще что-нибудь. Ммм. Расскажи мне о другом ведьмаке. Мне мало что известно. В таком случае повтори то, что ты мне уже рассказывал. Побродил какое-то время здесь. Потом поговорил с преподобным. Наверное, священник дал ему работу. Но очень скоро ведьмак ушел. У него был очень остороженный вид, словно он чего-то боялся. Спасибо. Ммм. Это мясо как-то подозрительно выглядит. Откуда оно? Так ты нюхать будешь или покупать? Невежливо отвечать вопросом на вопрос. Не твое дело, откуда я беру мясо. Не хочешь покупать? Дай пройти другим клиентам. Что-то я тут очереди не вижу. Ммм. Ммм. Мясо вроде как мясо по названиям. Хз. Ммм. Мммм. Ммм. Больше. Ммм. Города. Ммм. 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 Дверь в дом припадал. Ну давайте пока его нету дома. Обнесем его дом. Та. Хотя у меня уже места нет, уже все обнес Новейшая история Столько всего полезного Ух ты Ну да, конечно Куда умнешь янтарь брать? А потом буду бегать по этому домику и искать сало, валяющееся на полу Ой, сколько венца-то Да ты что шутишь? Ну ладно, давайте Так, предположим Где там моя книга Про химер Берем, выкидываем Забираем эту Читаем Сразу, типа-типа-типа прочитали Раз, запись Два, запись Три, запись Четыре, наверное Пять Так, я все прочитал? Кто-то тебя напустил на Оду Я знала, что такие богачи Странно, что Детишки Зеленым подсвечиваются Когда-то люди заботились о цветах Я смотрю окрестности Так, мне кажется, с этой теткой можно было как-то взаимодействовать Но, возможно, ей нужно цветочки тащить Цветочков у меня-то, наверное, нету Какая наглость Боже мой Ну, попробую эти цветы дать Но они какие-то упоротые Какая наглость О, боже ты мой Поняли? Нагло дарить подарки О, началось Стоять, бра То есть, гра А кто ты такой? Ведьма, как видишь Мы из местной милиции Следим здесь за порядком На меня в таком случае внимания не обращайте Я просто пойду своей дороги Нам велено проверить, чтобы ты был здоров У меня иммунитет Ничего не знаю ни о каком там иммунитете Сказано проверить Значит, надо проверить Ну и как? Прошу я проверку Выглядишь мерзко, но, по крайней мере, вполне здоров Проходи Счастливо оставаться Мы тут следим за порядком Милиционер Надеюсь, никакие ужасные чудовища здесь нету Держись подальше от заброшенных домов А, вот почему Я нахожу там денежки Я знала, что такие богачи плохо кончают Ай, ну давай свое тупое задание Успокойся, священник Я только хочу поговорить с тобой Не о чем нам говорить Есть о чем Я ищу Саламандр Я слышал, что они приходят сюда Они перебьют нас из-за тебя Сгинь! Я могу быть очень благодарным Что у тебя на уме? Я слыхал, что вас беспокоит зверь Какое тебе до этого дело? Я ведьмак Я могу помочь вам Недавно сюда уже приходил ведьмак Звали его Берингар Он обещал нам сразить зверя Но сбежал, сверкая пятками Как только услышал его вой В этом мне трудно поверить В любом случае я не Берингар Если хочешь заслужить мое доверие Принеси свет вечного огня людям И рассей тьму Вокруг нашей деревни ты найдешь пять часовен Я надеюсь, ты не думаешь, что огонь отпугнет зверя Это нечто большее, чем большой волк или одичавший пес Вечный огонь, богохульник Он наверняка отгонит зверей Ибо сказано было, что Хотя душа его будет в потемках А вид его будет ужасен Не суди его скоро Ибо он принесет пламя надежды в ночь И еще сказано Вы будете в безопасности Только в свете вечного огня Хорошо Но это будет стоить тебе сто оренов Да будет так Но помни Вечный огонь Должен загореться в ночи Во всех пяти часовнях Иначе все будет потеряно Я ищу людей, которые носят значки в форме саламандра В этом нет мудрости Почему? Я советую тебе не досаждать им Если ты не жаждешь испробовать на вкус посмертие У меня напуганный вид До тебя сюда уже приходил ведьмак Он тоже хорохорился Но где он теперь? Его нет, сбежал Не имею привычки убегать Не смейся над саламандрами Вся деревня боится их мощи И не без причины Помни, ты должен убедить не только меня Но и других Что я могу сделать? Для меня ты должен просто сразить зверя Что касается других Иди к Одо, Микуле и Харину Увидим сможешь ли ты помочь им Одо, Микула и Харен Они что, какие-то большие шишки? Они живут в предместье всю жизнь Так что все их знают и уважают Одо недавно разбогател Харен, Харен торговец А Микула стражник Заслужи их доверие И ты заслужишь доверие всех жителей Посмотрим Постой Просто так они не поверят Что тебя прислал я Покажи им это кольцо Вечного огня Ааа, боже ты мой Чтоб еще кольцо носить Место вам Блин, как же все плохо Мда Эх, ну прощай, Жирок Да Угу Ах, если бы у меня будет Говори быстро Ну быстро так быстро Напомни мне, что я должен был сделать с огнем Ну я в целом понял И найдешь пять часовен вечного огня вокруг нашей деревни Посети их ночью И оставь каждой зажженную свечу Из тех пяти, что я тебе дал До свидания А еще поговорить Говори Говорят, церковь вечного огня платит за утопцев Если предоставишь доказательства, что ты их убил Я вернусь с доказательствами Поспеши Говори Ты жрец вечного огня? Да, о язычник Лишь вечный огонь может спасти нас от белого хлада Ты и подобные тебе погибнут в грядущей пурге Да что ты Погибнут в пурге, а? Так гласит пророчество Итлины эльфийской ведьмы Но вечный огонь сохранит нас Даже так? Старый мир погибнет Но лишь чтобы вновь возродиться из зерна Кое не прорастет Но возгорится пламенем Кажется, ты сам себе противоречишь Ты издеваешься надо мной, ведьмак? Тогда ответь мне, кто дал тебе право вмешиваться в дела людей? Тебе, мутанту, лишенному живого человеческого чувства? Отвечай, кто? Вечный огонь вне всяких сомнений Возвращайся в потемки своей жизни, язычник Ещё одна вещь Говори быстро! Ладно Один, два, три, четыре, пять И вот эта часть у нас ещё закрыта Тут у нас городок Тут Нет, тут не городок Тут будет, по-моему, мельница Там ещё можно немножко побегать Тут закрыто Тут будет, по-моему, спуск Куда-то ещё какая-то небольшая локация Ну и вроде всё Можно Наверное, даже добежать до туда Что это такое зелёное? Мясник Я просто думаю, может, до вечера Пробежать всю эту локацию А потом уже начинать Ночью зажигать эти Огни Свечки Но тут, по-моему, особо ничего не было Только один Квестовый персонаж Я с чужаками не разговариваю Пока Не разговаривает она Замечательно Очень надеюсь Мы ещё как-нибудь встретимся Парочка домов Ну и в целом-то всё Надо до моды здесь Точно Ладно, думаю, сделаем здесь тогда перерывчик небольшой А в следующей части уже продолжим Как раз уже в игре темнеет Ну и нормально Так, никого-то нету такого Ладно, всё, увидимся Всем пока Субтитры сделал DimaTorzok